Благоприятные климатические условия, плодородные земли и географическое расположение сделали Украину одними из ведущих производителей сельхозпродукции. Поэтому деятельность около 15 миллионов украинцев связана именно со сферой АПК. С профессиональным праздником их поздравил президент Виктор Янукович. Глава государства подчеркнул, высокие показатели урожайности за последние годы – это результат профессионализма и ответственности крестьян. Украина, за выставками международных экспертов, является одной из пяти стран, которые имеют возможности для решительного прорыва в развитии агропромислового комплекса. Предлагается, что обсяги выработки в вещественном аграрном секторе в ближайшие 10 лет увеличатся около 30%. Чтобы воплотить амбициозные планы в реальность, нужно реализовать комплексную реформу в аграрном секторе, уверен Виктор Янукович. Президент отметил, что за последние два года уже достигнуты значительные результаты в законодательном урегулировании работы этой отрасли. В частности, принят закон о государственном земельном кадастре, который определил основные принципы функционирования единой системы информации о земле. Также создан государственный земельный банк. В дальнейшем, пообещал глава государства, все реформы согласовывать с сельхозпроизводителями. Я хочу вас запевнити в том, что мы жодного кроку не сделаем, пока не слышим от людей желание идти тим же шляхом дальше. Тобто поглибливать отношения в земельной сфере. Будь-які розмовы на цю тему, вони завжди будуть закінчуватись громадськими обговореннями і рішеннями громад. Среди ближайших планов властей – разработка двух документов. Это стратегия развития аграрного сектора за период до 2020 года и стратегия устойчивого развития сельских территорий. Также, по мнению президента, необходимо переориентировать систему дотации, чтобы стимулировать в первую очередь тех, кто максимально использует такую поддержку и выпускает качественную продукцию. Впрочем, помогать должно не только государство. Важно привлекать частные инвестиции, в том числе и за рубежа, для реализации инновационных проектов в области АПК. Решущие кроки с боку державы, с боку влады также нужны в направлении просувания витчизненной агропродукции, особенно зерна, на новые святовые рынки. С этой же целью необходимо значительно поселить активность Украины в работе международных организаций, что регулирует святовые рынки сельско-господарской продукции. Впрочем, и бизнес должен быть ответственным. В частности, по словам Виктора Януковича, целесообразно было бы увеличить плату за пользование землей, чтобы расширить финансовые возможности местного самоуправления для развития сельских территорий. Ольга Деменчук, программа «Наше время».